Добрый вечер, в эфире телеканал Астана. Меня зовут Динар Саджан и сегодня гость нашей программы известный казахстанский блогер, предприниматель Женес Омаров Жека Фатбели. Здрасте. Что такое Фатбели? Толстый живот. Правда? Да, правда. То есть вы с самоиронией? Да, есть такой блогер, такая блогерша, блогерка, как правильно, Эльдана Форайс. Вот, и она назвалась Форайс, потому что четырехглазые из-за того, что у нее очки. Но я сказал, я тоже подчеркну свои минусы, это, наверное, живот. Я написал в гугле просто толстый живот, перевод. Там вышел парк. Все очень просто, да? Вот вы за такой короткий период времени, вам сегодня 24 года, да? Когда 25 будет? В этом году? Нет, в следующем. Вот вам всего 24, учитывая, что вы 5 лет назад начинали свой путь, 19 лет получается, на сегодняшний день вы один из топовых блогеров, один из самых дорогих и один из самых востребованных. Как вы думаете, вы же анализируете свой успех? В чем секрет? Во-первых, все равно это оказаться в том месте в то время, по воле Бога, и начать что-либо делать, знаете, типа, наверное, ну как, я просто услышал то, что ребята зарабатывают, и решил тоже стать блогером, вот и все. И начал работать, я просто шел зарабатывать. А что это было первое видео, какое было? Первые видосы там разные, это видосы, где я пранки над мамой делаю, они стреляли, потом видосы, просто вайны обычные тоже есть. Ну, и они по очереди начали стрелять. Но начинали вы с КВНа? Да, конечно. Ну, школа юмора из КВНа. То есть можно сказать, что если ты хочешь быть вайнером, иди в КВН? Или уже поздно? Да нет уже, в КВН не надо идти. История Леукен, привет. Ну, если бы мой ребенок занялся КВНом, я подумал, что он, наверное, чуть-чуть тормозит уже. Но сейчас молодые ребята, которым там по 20, по 22, по 23, ладно, они играют в КВН, окей, типа. А ребята, которые сейчас, которые подрастают, да они и не будут играть. Не будут они играть в КВН, сто процентов. Ну, КВН живет уже столько лет. Сейчас дети уже на комедий-клубе не растут. Какой КВН? КВН уже... Но они, вы считаете, что они растут на вашем контенте? Они растут. Кто-то на нашем, кто-то на американском, кто-то на российском контенте. Но это явно интернет. Кто-то вообще, кому-то вообще пофиг на юмор. Кто-то просто смотрит только за играми. То есть у каждого свои приколы. Каждый прикалывается со своего контента. Но в целом какие-то мировые общие тренды есть за счет интернета. И, конечно, в основном потребляют с интернета продукты. Ну, блин, честно... Наверное, из юмора вот смотрят, что было дальше. Label.com, они стреляют. Вот дети сейчас, может, их смотрят. Слушайте, ну, что было дальше, я смотрела с Даней Милохиным. Ну, это просто вообще, я не знаю, это... Это шикарно. Это шикарно? Это шикарно. Мне кажется, что было дальше, это школа унижения. Такой юмор, знаете. В нем и благо есть, и зло есть, знаете. Он такой естественный, настоящий, без покраски, без грима. Такой юмор. То есть новый тренд – это суперискренность, быть настоящим. Вообще вот просто какой есть, такой есть, да? Никаких тебе масок, никаких... Ну, что на чем вырос? Comedy Club сидели, смотрели, КВН. Вы один из первых блогеров, кто начал, скажем, монетизировать свое имя и выпускать продукты, да? Там донерка, мороженое. Что еще? Бургеры, саламат. Бургеры, да, саламбро. Как вообще появилась идея? Ну, у нас совместно с Асхатом. Асхат Абу Мухаммад, который в инстаграме. Это была его идея или ваша? Ну, это больше его идея была, он сказал. Вот, вот так, давай донерки делать, есть желание. Я говорю, я вообще, наверное, налегке в целом отношусь ко всему. Я говорю, ну, если сможешь, делай. Я говорю, будем работать. Ушел, пришел договор, дизайн. Я специально выбрал дорогущий дизайн, проверить его хотел. Уехал, приехал, раз, уже готов в ресторан. Ну, и все, говорю, гоу тогда. Я помню до сих пор, как меня мама в зале фотала в Таразе, чтобы на эту, там же лицо мое висит везде. И вот это лицо, оно в 15-16 году было там дома в Таразе на Саурамбаево сфотано. До сих пор, помню, мы отправляли фотки, там оттуда вырезали. Но было прикольно. То есть неожиданно вообще в целом. Вы не ожидали, что будет такой взрыв? Да я вообще в целом часто бываю пессимистичен в плане каких-то начинаний. Я когда начинаю, я даже делаю это иногда, наверное, специально. Выпуская, закидывая, делая что-то, открывая что-то, я думаю, да, навряд ли. А потом уже идет все в потоке. Сидно мне говорю, дизайн, дизайн, но битет, но битет такого, редко у меня такой подход был. Так же и с ресторанами я говорил, типа, ну один-два откроется, слава богу, бах, сейчас 50. Но вы один из немногих, можно сказать, чуть ли не единственный, у кого остался бизнес. Мы закрепились, мы закрепились. А как вот, почему у ваших коллег не закрепилось, а у вас закрепилось? У многих закрылись бургерные, а у вас остались? Куда я на голову, у меня сон, и в Труэнда. Так получилось, много там факторов. Не, ну какие факторы? Все-таки я думаю, что, наверное... Продукт, цена, качество, все соответствует. Продукт, цена, качество и, наверное, все-таки ваш маркетинг? Да, конечно. То есть это же все время, вот я захожу к Тимати, да, и смотрю, там, как он рекламирует свое шоу, там, последние, там, 15 постов, все посвящены его последнему шоу. Ну да, но его бургерные у нас все равно так не качают. Нет, я не про бургерные, а про его вот это последнее шоу «Холостяк», да. То есть вы, когда заходите в проект, да, когда вас приглашают, вы же, по сути, лицо, то есть вы уделяете много времени? Конечно, да, это основная работа. Основная работа? Да, работа, прям как, если относиться к работе, я уже в партнерстве с ребятами, сейчас это большая компания. Сколько человек там? Кажется, около тысячи работает, вроде бы. А вот если говорить про ваш инстаграм, все-таки это ваш основной бизнес? Да, основной, наверное, все, что вытекающее, оно все из инстаграма. То есть ядро такое кипящее, это все-таки инстаграм. Вот раньше никто и предположить не мог, что можно на инстаграме зарабатывать там 10, 20, 30 миллионов тенге в месяц. Ну, вы, по-моему, зарабатываете такие деньги. Ну... Я слышала. Бывали, да, такие контракты, такие мы вытаскивали, и по рекламе бывало. А какие крупные контракты у вас были с рекламодателями? С LG у нас был крупный контракт. Полугодовой, годовой, по-моему, или годовой был, или полугодовой. Ну, много, знаете, там больше как к тебе приходят несколько рекламодателей, и они могут в один месяц купить много рекламы. Типа, и в этот момент у тебя какой-то куш падает. А как вы распределяете? Потому что вот даже я, у меня тоже много рекламы, я иногда, ну, просто понимаю, что я не могу просто только рекламу, да, делать. Ну, я очень жестко сортирую, во-первых, продукты, которые я рекламирую. Стараюсь, чтобы в нем было благо, чтобы был какой-то адекватный продукт. Потом, во-вторых, наверное, это мотивирует делать больше контента, потому что чем рекламу надо покрывать контентом, как говорится. То есть, когда к вам приходит рекламодатель, вы думаете, как это креативно подать? Да, конечно. А кто над этим думает? Это большая команда у вас? Нет, я сам. Вы сами? Да, у нас есть сценаристы, иногда мы с ними работаем, но это больше по контенту. По рекламе тоже бывает, но в основном я сам разгоняю. Ну, есть, вот, Есинтай есть такой блогер, если вы знаете, вот с ним тоже работаем. Тоже крутой чувак, в плане писанина именно. Хаким вот и их команда, вот Есинтай и их команда. Но я обязательно сам участвую в разгоне. Наверное, за всю жизнь, наверное, один-два вайна были, которые мне просто так отдали. Ну, пять, скажем так, просто мне дали, я взял и снял. В основном я стараюсь, да, разгоняю, что-то добавляю. Откуда этот креатив, откуда эти идеи? Ну, это школа КВН, писанина со школы КВН, это чисто. Ну, и идейность, я не знаю, я просто... Ну, как вы, например, вот смотрите, например, какая-то классная ситуация, записываете, подмечаете. Вообще, где вот можно брать эти шутки, юмор? Да, все уже придумано, просто ходы используешь разные. Фильмы смотрите. Да, вообще актуальность стараешься... Актуальность в основном очень сильно помогает, чтобы шутка зашла. То есть сейчас самое главное – это насыщенность. Вот, надо давать насыщенный конкрет. Что такое насыщенность? Ну, каждые 10 секунд человеку должно быть смешно, или человеку что-то должно оставлять. Не будет, тогда не будут смотреть. Либо это должно быть что-то мощное, типа вот Ирина Хайратовна у Дудя, допустим. Вы когда поедете к Дудю? Не знаю, к вам приехали нормально уже. Лет 5 назад, когда вы только появились, вот такое, знаете, у вас армия вайнеров вышла, мне было интересно, на сколько вас хватит, да, и, скажем, на какой период вы зашли. То есть как долго будет длиться ваш марафон, потому что мне 40 лет уже через 2 года. И я понимаю, просто и наблюдаю, что приходят новые звезды всегда на сцену, и потом приходят новые, да, сейчас приходят тиктокеры, скажем. То есть вот как вы думаете, из вашей армии, да, из ваших коллег много кто останется? Я не могу так прям прогнозировать. И имена не могу назвать. Но я вижу, как многие, наверное, остаются на одном месте. Бывает такое, кто-то забивает, кто-то устает, кому-то это не нужно. Вот. То есть погоня за каким-то вот этим успехом в блогерстве. Надо понимать, оно тебе нужно или нет. Мне нравится, как двигается Киркоров. Вот он начинал, когда начинали Буйнов, Малинин, Газманов, да. Вы помните этих звезд, или вы еще не родились тогда? Да, да, да. Ну, я помню. Там Агутин точно знаете, да. То есть они как-то все поисчезали, да, то есть их там не так много в Инстаграм. Вообще практически нет. Их нет, по-моему, да. А Киркоров, он такой, двигается дальше. Вот у моей дочери 7-летней спроси, кто такой Киркоров, она напоет песни. Вам хочется быть таким же, как Киркоров? То есть там появляется новая? Нет, 100% нет. Нет? Почему? Ну, я бы не хотел бы заниматься тем, чем я занимаюсь, там, за 30. Я бы хотел делать какие-то проекты для души, что-то тяжелое, большое, массивное, что будет менять. Не важно, кино, программы, телешоу, ток-шоу. Только творчество, да? Да, не важно. Любое творчество, начиная от музыки, заканчивая там блогингом, тиктоком и так далее. Если что-то делать, то это должно быть что-то массивное, большое, со смыслом, там, толкающее куда-то. Конечно же, не хотелось бы этим прыгать, скакать там за 30 лет. Я, наверное, больше о спокойной жизни в будущем, нежели о каком-то... Бизнес? Бизнес, семья. Больше ближе к такому, конечно. А вы учились? Есть высшее образование? Да, у меня есть высшее образование. Я три месяца учился на два языка. Там поучился, я побегал, попрыгнул. Какой университет? Тарасский государственный. Мухаммед Хайда Дулати. И вот, потом я перепрыгнул на бухучет, аудит. И там уже воткнулся, потому что я в Алма-Ату начал уйдеть, ничего не делал. Не учился. Все, воткнули, выгнали меня. Потом я в другой универ перешел. Окончили? Окончил. Хочется вам в Гарвард, в Оксфорд, куда-нибудь там, в Стэнфорд? Вы знаете, наверное, есть какой-то внутренний комплекс о том, что мы, вот, мои друзья, мои, наверное, ребята, которые двигаются примерно как я. Это какое-то поколение, наверное, таких людей, которые двигаются по инерции в потоке, просто хватая где-то по пути какие-то знания и идущие просто к цели. Ну, типа, у меня не было времени учиться. Ну, типа, у меня не было такого момента, типа, а сейчас я закончу университет, типа, такого не было. Я в классе восьмом уже начал примерно двигаться, думать, блин, а как зарабатывать, а как сейчас вот школа закончится, я смотрю, я не хочу вот жить вот так, как сейчас. Надо хотя бы зарабатывать там 300-400 тысяч. Миллионов в голове и близко не было. Я думал, типа, так буду работать примерно официантом, выходить на свадьбы, вечеринки нет, нет, мутить. Ну, в целом жить будем. Мысль была такая. В конце концов, все пошло, поехало, все перевернулось. И поэтому вот в эти периоды как-то думать об учебе не было времени. Но сейчас же у вас есть возможность учиться в любом университете? Есть деньги, есть свобода, есть время. Ну, смотрите, как пирамида масла, есть же первый уровень, там, это самые низкие потребности. Пока ты их не закрываешь, ты не думаешь о духовном, о какой-то цели и так далее. Вот, пока я не закрыл эти вопросы, я вообще не смотрел по сторонам, я шел вот вперед. А определенные цели, когда ты достигаешь, тебе же все равно, как ты этого достиг, что, как будет. Это же будет повторяться каждый день и так далее. Таких мыслей на тот момент нету. Ты думаешь, так, у меня будет тачка, хата и все. Но когда это появляется, то ты уже думаешь о комфорте ежедневной жизни, о долгосрочности. Соответственно, на этот момент у тебя уже есть обязанности, у тебя уже есть дела, которые ты каждый день должен повторять, чтобы не упасть ниже. Человек сам себя загоняет в рутину, которая его должна поддерживать, его какие-то искушения его... Но вам же хочется выйти на новый масштаб. Конечно, конечно, в целом, да. На новый масштаб, наверное, в плане влияния на ситуацию в мире. На новый масштаб в плане смысла в каждом действии, на новый масштаб в плане духовного состояния есть большое желание выйти, да. Но среди этого всего нету, наверное, в планах у меня поступить в какой-то универ. Нет? Нету. Почему-то мне казалось, что есть. Немного сложно осуществимо это будет. Почему? В целом. Ну, в силу того, что уже есть. Уже много обязательств? Да. В силу планов, которые мы построили. А что вас держит? У вас куча обязательств, куча контрактов? Нет. Цели, которые мы поставили совместно с компанией, я сам поставил. Там, между делом, пойти куда-то поступить в универ, вряд ли получится. То есть знания, они потребляются сейчас везде. То есть там какие-то курсы, какие-то разговоры с людьми. По жизни я, наверное, люблю больше общаться с людьми и высасывать из человека больше. Я всегда по жизни воровал мечты, воровал идеи какие-то, воровал мысли. То есть я любил... Опасно с вами сидеть. И я всегда... Ну, я помню, мы с Расулом были. Расул это наш маркетолог, мой духовный наставник в каком-то даже плане. Я помню, когда мы были в Праге. Мы там по работе, блоге, что туда-сюда. Я говорю, какая у тебя мечта? Он говорит, у меня есть одна большая мечта. Я мечтаю стать мусульманином, говорит. Ну, на тот момент мы все такие гулящие молодежь. И он говорит, я мечтаю, что я когда-то стану мусульманином. Вот таким вот в натуре. Я говорю, а ну все, сегодняшний день я тоже мечтаю, классные мечты. В целом моя жизнь вот так и строилась. Я видел, смотрел, хватался. Я видел, какие амбиции у людей. Я думаю, так, подожди, нам тоже, значит, так надо. То есть по жизни оно так и происходит. Окружение, да? Да, конечно. Я цепляюсь за людей, которые меня просто наполняют. Могут вытянуть наверх, да? Да. Наполняют, которые заставляют быть лучше просто своим поведением. А если вы видите в окружении людей, которые наоборот куда-то уходят на дно, помогаете им подняться? Да, пытаюсь помочь. Потом в какой-то момент это перестает работать. Но я все равно остаюсь на связи. Нет такого, что там типа надо очищать свое окружение. Бл-бл-бл-бл. Сказать по злобу, сделаем движет. Вы говорили только что о пирамиде масла. Мне вот интересно, в какой момент вы покрыли свои первые потребности? Я видела вашу машину, сториз у Артура. Мерседес, да, по-моему, 3 восьмерки? Да, то есть у вас такой крутой Мерседес. Квартира наверняка в Алмате уже есть. То есть в какой момент, сколько времени вам потребовалось, чтобы закрыть эти потребности? Да, я закрыл свои потребности на втором курсе уже, которые были в моей голове. То есть за два года, да? Да, рамки, которые были в голове, на второй год уже были покрыты. Я уже тогда ехал на машине, уже у меня были и денежки, и в кафе сходить, и погулять, и в квартиру мы хорошую сняли. А что для вас деньги? Что для меня деньги? Сейчас деньги – это больше средство изменения окружающей среды в лучшую сторону, наверное, по большому счету. И я не знаю, это мой вот, знаете, средство по появлению улыбок у людей вокруг тебя, знаете, вот, наверное. Подарки? Не только, нет, не подарки, вот именно какие-то создать эмоциональные моменты, которые запомнятся человеку. Для этого нужны деньги, да, чтобы придумать что-то, что-то устроить нам и так далее. А вот в себя вы инвестируете? Да, конечно. Как? Инвестирую в плане, со всех сторон, в плане материального, духовного, в плане знаний. Везде по чуть-чуть. Но в основном я инвестирую в окружение и в благосостояние окружения, потому что я очень зависим от того, что вокруг, чтобы у всех все было хорошо. То есть это кто, родные, друзья? Да, родные, друзья, близкие. А как вы помогаете, что вы делаете? Ну… В бизнес им вкладываете, покупаете что-то? Ну это уже, ну у каждого по-разному, там свои ходы, помощи. Есть разные категории людей, есть разная помощь, которую можно оказать. Вы сказали, что вы мечтали стать мусульманином и стали мусульманином. Вы уже год читаете намаз. Аль-Хаммля, да. У вас есть духовный наставник, устаз? Да, устаз есть, да. Вот что касается религии. Я, честно говоря, когда послушала подкаст, я просто не ожидала, что у нас молодёжь, особенно вот среди творческой молодёжи, всё-таки это больше, вот когда смотришь, там сторисы, это больше про гулянки, про пьянки, там сигареты. Вы прям так стереотипно мыслили, думали, ай, вот это наркоман. Ну, во-первых, я сама была молодой, в 20 лет все, знаете, тусуются, но тут я слышу, что вы не рекламируете ставки, да, не рекламируете там казино и прочий, скажем, харамный бизнес, да. То есть это вы к этому когда пришли? Нет, это-то в голове всегда было. Я не думаю, что кто-то, кто рекламирует ставки, ему не обязательно быть религиозным, чтобы понимать, что это хелик. Нет, ну кто-то рекламирует и просто прорекламировал, и забыл. Они думают об этом. Думают? Конечно, по-любому. Не обязательно быть муслимом для этого. То есть кто рекламирует ставки, они не хотят их рекламировать? Они просто, что это кармически нечисто, скажем так. Пусть это не Аллах, но пусть говорят там вселенная, там карма. Айнал келеду бербер. Ближе ставка на кое, асал буль в жаце. Ахшас, мэр, но тут. Айнал келеду. Угу. Но вы все равно делали эту рекламу. Я делал, да. У меня были моменты, когда до ислама не было твердости в этом. Если сильно припрет, ну, пару раз было на ставки, мы рекламировали. Было такое. Но, блин, там фидбэк такой, жить неохота было. Да? А что еще вы рекламировали, что вот хотелось прорекламировать и забыть сразу еще, что рекламировали? Ничего. Не хочу вспоминать. В смысле, это много чего? Нет, было там пару тем. Но я не хочу об этом говорить. Это все забывшиеся зачем-то. А были у вас контракты, где вам приходилось возвращать деньги или там возмещать ущерб? У нас были такие контракты. Я иногда был настолько ленив, что я тупо мог не сделать. Я мог взять деньги, потратить, а потом думаю, я предлагаю раз сценарий, два сценария, им что-нибудь не нравится. И вот это, ой, ну и ладно. И потом иду, возвращаю деньги, говорю, не буду снимать. Такое было тоже. Но это больше период дурацкого образа жизни. И он приводил к таким каким-то странным решениям, наверное. А что дисциплинирует? Дисциплинирует. Команда, директор, менеджер. Кто у вас дисциплинирует? Ну, менеджеры есть, те, кто тайм-менеджмент составляет, окружение, там, в офисе есть свои какие-то обязанности. То есть давление, да, везде по чуть-чуть есть. Ваше утро во сколько начинается? Мое утро в идеале начинается, сейчас это примерно 5 утра. В идеале, да. Так рано? Ну да, то есть утренняя молитва, и желательно не засыпать и дальше двигаться. А ложитесь во сколько спать? Наверное, поэтому я одеваюсь уже. Да, да. А ложитесь во сколько? Ложусь до 12, если уснешься, то все круто. Вы спите всего 5 часов? Ну, не всегда, не каждый день. У меня бывает, я до 3. Что-то у меня Жека вообще все мои стереотипы рушит. Я думаю, вся молодежь спит до 12. Нет, бывает и до 4 вечера я могу поспать. Я бывает могу целый день тупо дома провести. То есть бывают разные дни, но если говорить о среднем, это как минимум я в 5 проснусь, усну обратно и в 8-9 выкатываешь. Потому что день охота начать с тренировки и так далее. Ну, то есть за последнее время это так, но я даже когда дизелил, кайфовал, я всегда любил день. Я себя неприятно чувствовал, если я не поживу днем. Если ты проснулся, покушал, а уже вечер, ты себя чувствуешь каким-то существом, просто существом. Потому что пахан такой был, вот всю жизнь, какой бы он ни был, да, он у меня разный образ жизни вел, там и бандит там был, но с утра он просыпался. И он всегда говорил. И ты говоришь, жата вермешна, я можу жата вересна. Меня, кстати, тоже раздражают люди, которые лежат просто так. Нет, вы знаете, типа, есть лежание просто так, которое, ну, типа, да, возьми и полежи, все. Ну, какой-то период времени, там, час-два, там, устал. Да нет, можно весь день полежать. То есть это бывают такие дни, такие периоды, когда ты там выгораешь, и тебе нужно понять, что безделие – это игрушка дьявола, да, там, как говорит о тебе. Вот, то есть у меня бывают перегрузы, я иду и просто в квартире лежу целый день. И думаю, фу, ё-моё, мне надо двигаться и валю обратно работать. Такие моменты бывают. Но в целом я вот супер обычный. Я вот сейчас говорю вот эти вещи, наверное, складывается потом мнение какой-то он и муслим, и в 5 утра просыпается. Я вообще обычный тип. У меня бывают и дожоры ночные, там, я бываю где-то хорош, где-то я бываю плохо. Ну, то есть у каждого бывают разные периоды. Знаете, в чем проблема контента? Сейчас люди посмотрят это интервью, будут сидеть дома и будут думать, вот, блин, вот они вот сейчас увидят наше интервью, потом посмотрят чьи-то сторис, где кто-то гоняет на крутых тачках. Следующий сторис, где Арман с Кариной делают топ и джир, там, с утра пораньше. Еще сторис, где кто-то выигрывает Грэмми, там, и он суперуспешный, а он сидит в своей двушке в Таразе где-то на Кирово. И что он будет чувствовать? Полную апатию. Понимаете, в чем проблема? Потому что это выглядит все круто. Да, мотивация это и так далее, но за ней идет полная апатия. Потому что он делает, он делает по кайдзену, по исламу, там, шаг за шагом, каждый день по чуть-чуть, чтобы выбиться в люди. Ну, вы знаете, что это происходит вот так, но чтобы до вот этого дойти, нужно очень много сделать. Всегда так. Нужны амбиции всего лишь навсего? Да, ну, не всегда. Не всегда амбиции. Я вижу амбициозных, способных, умных, крутых. Но ленивых. Которые, и неленивых я вижу, которым, ну, не фартит, тупо не дает им алых. Ну, вот, видимо, в этом нету блага для них. Видимо, если, может, они дойдут до этого, они станут наркоманами и так далее. Может, их Бог уберегает от этого. А они не понимают же, что во всем есть благо, абсолютно во всем. Мой период, когда я жил в Таразе, и все было хреново, я был счастливый. Нереально счастливый был. А сейчас? Сейчас этого, вот этого счастья, которое было там, его не повторить. Ну, почему? Потому что много обязательств? Нет. Много работы? Нет, потому что там все вкусно, намного вкуснее. Там достаточно вечернего общения за семечками с пацанами, ужина дома и телевизора, и спокойствия. Этого было достаточно для счастья? Я знаю это состояние, я тоже его часто вспоминаю, когда я вела новости на Хабаре, и это было всего три раза в неделю. Остальное время я была свободна. У меня не было бизнеса. Затем у меня появился один магазин, второй, третий, потом производство. И ты вообще себе не принадлежишь. Да, ты зарабатываешь хорошие деньги, но ты себе не принадлежишь. Я тоже скучаю по тому времени. Но, с другой стороны, я понимаю, что мне нравится моя работа, и даже если я очень сильно, вот сегодня третье интервью, даже если я очень сильно устаю, но я потом буду все равно получать удовольствие. То есть мне кажется, что вы скучаете по тому времени, потому что вы были свободны, а сейчас вы не свободны. Нет, там больше, наверное, не об этом. Я сейчас свободен, слава богу. Я смотрю на друзей, которые работают в разных сферах. Наемными работниками. Да, в целом я очень даже свободен. В целом можно и туда, и сюда, но так. Но вот вы можете себе сейчас позволить на месяц уехать в Таиланд и ничего не делать? Нет, ни в коем разе. Ну вот, я же говорю, вы не свободны. Но я и тогда так не мог сделать. Я не мог тогда месяц ничего не делать. У меня не было в жизни периода, когда я не мог делать месяц вообще, мог не делать ничего вообще месяц. Потому что, не потому что мне кто-то позвонит и нарет, потому что, ну нельзя так в целом. Я бы не смог так месяц тупо лежать. У меня были периоды, ну у нас же есть отдых, мы там вылетаем в Дубай, туда-туда. Ну вы летите толпой, я наблюдаю за вами. Вы там все равно работаете, вы все равно там создаете контент. Да где ты-то разве... Вот я не люблю, когда говорят, мы работаем, мы там... Это контент для нас. А что это? Ну это... А что для вас жумус тогда? Работа это когда ты делаешь через силу. Работа в работу это превращается, когда ты делаешь что-то через силу. Работа над собой. Вот это работа. Работа, когда ты худеешь, пытаешься не материться, пытаешься не пить, ровно двигаться, проспаться рано. Вы же можете пивы проводить каждый месяц, зарабатывать там по 30 миллионов тенге и просто делиться своей аудиторией. Ну блин, тогда... Ну не знаю, мне это... Это ты теряешь свой стрит-кредибилити, знаете, такое, типа... Это не особо на респекте, так скажем. Какой-то слишком... У кого не на респекте? У среди блогеров или среди аудитории? У меня вот здесь внутри, во-первых. А во-вторых, уже там и среди блогеров и так далее. Ну и к тому же я занимался этим. Какой-то такой чуть-чуть пугающий движ. Он вот очень он затягивает. Ты уходишь бесконечно это. И деньги вот так сквозь пальцы эти убегают. Я делал, я же не делал. Коргема. А что разыгрывали? Машины? Нет, деньги мы разыгрывали. Самокаты, телефон. Я по мелочи попробовал. Я не делал ничего. А вот что вы думаете по поводу лотереи, когда там люди лотереи покупают? Блин, это я не знаю. Да я вообще ровно отношусь, если это халяльно. В плане, если они в конце не обманывают с подарками, то все окей. Я не вижу в этом проблему. Единственное, это... В общем, вы за то, чтобы деньги добывались через труд, энергию, твой пот. Короче, человек же всегда в целом ищет какую-то волшебную таблетку. Ему надо сделать один шаг к счастью. То есть, почему люди несчастные бывают? Потому что они говорят, типа, сейчас я вот сделаю это, это, это и все. Но этого все же никогда не будет. Вы же, наверное, тоже там сквозь жизнь ставили какие-то цели, добивались и нифига не меняется от этого. Только меняется твое состояние, какие-то украшения, тачки и так далее, но внутри все так же остается. То есть, человек пытается наполниться какими-то материальными вещами и хочет это сделать быстро и легко. И в этом мире сейчас и вот законодатели вот этого мирового порядка, они дают такую установку, то что через вот эти материальные ценности ты будешь ощущать счастье. Но в нем нету счастья вообще, то есть в нем нету, в нем нету, это не наполнит тебя. Это даст быть, наверное, самое главное, это даст тебе менять что-то, это даст тебе влиять на кого-то, это раз. Второе, твои дети, твоя жена, твоя мама будут улыбаться, у тебя не будет определенных проблем, и ты как мужчина будешь выполнять свои функции в целом. А когда вы в последний раз себя чувствовали вот счастливым по-настоящему? Вот сейчас, когда ехал сюда. Да? Я ехал на самокате, на электрическом самокате на прокат, я взял. В этом вот такие моменты. На Мерси, короче, не так счастливо кататься, как на самокате. Нет, Мерс в целом не равно счастье. Мерс – это комфортная машина. Мне кажется, вот когда мужчины так говорят, это лукавство. Типа вот я езжу, ну вы ездите на Мерси и говорите, что это не так круто, как вот на самокате. Нет, это круто. Почему ехать на Мерси – это круто. На самокате прикольно покататься полчаса. Ездить в целом на Мерси – это круто. Это комфорт, ежедневная какая-то безопасность, спокойствие. И это больше как игрушка, мы же как дети. Все равно, мужики всегда же это дети. И я вот ее там покрашу, перекрашу, и там ходишь с ней, играешься в целом. Но это эмоции, это же не счастье. Счастье же – это состояние. Вот нельзя назвать, вот ты же на Крутом Мерсе, счастье. Нет, счастье – это общее твое состояние, когда ты согласен с самим собой. Вот же оно счастье. Ну типа я не могу назвать это счастьем. Эмоции – да. Конечно, каждый день я выхожу, смотрю на нее, она мне дарит эмоции. Многие думают, что чтобы быть счастливым, нужно быть как Жека. Известным, востребованным, успешным, богатым. И вот слишком громкая такая фраза. Чтобы быть успешным, надо быть как Жека. Ну вы понимаете, что у вас есть армия фанатов, молодежи, да? Среди них мой сын 16-летний, который вот считает, что вот он слушает вас, и я понимаю, что вы на него влияете. И вот я прям порадовалась, что вот вы в исламе, что вы держите урозу, да? Он меня, кстати, тоже держал урозу. То есть я радуюсь, что у моего сына правильные ориентиры. Но, блин, от вас зависит вообще судьба моего сына. Как вы на него повлияете? Вы понимаете, вот какую вы несете ответственность? Нет, конечно, есть влияние, есть ответственность. Типа иногда, знаете, типа это не от тебя зависит. Ты можешь сделать хорошую вещь, но люди в этом могут разглядеть вот то, что им не надо. Вот, например, мы сняли этот подкаст, я уже 600 раз услышал то, что я лицемер. Вот 600 раз я услышал. Уже очень много классных вещей. То есть я фокусируюсь на хорошем, я вижу то, что красота в глазах смотрящего. Понимаете? Байзакова, вы говорите, Байзакова влияет, там, курит он, курит на дам арту львы в джасей ладу изящен. Понимаете? Что заложено в человеке? Больше добра в нем или зла. Какого ты бы там имама перед человеком не поставил, если в нем вот это зло есть какое-то, он будет смотреть через эту призму. Пока он не проработает определенные свои проблемы, пока он не побеседует, пока он не встретит того самого человека по воле, да, Бога там. И просто тут момент какой. 600 раз я услышал, что я лицемер. 600 раз я услышал какие-то истории, что я там сплю с девушками, каждый день пью, там, и так далее, там, занимаюсь ужасными вещами. Ужасными вещами, которыми занимаются ежедневно миллионы людей вокруг, понимаете? А что это значит? Потому что для них является нормой. Вам запрещено, да? Да. В тот момент, когда ты говоришь про ислам, хотя я специально на подкасте говорил, за меня будут говорить, говорю. Надеюсь, Аллах убережет меня, говорю. Потому что в прошлом я жил разными способами. Я употреблял, я там, может, где-то разные вещи делал, да? Но это в прошлом. Сейчас мы там стараемся. Не факт, что я завтра буду таким стопудово, знаете, типа ровно ходить, там, правый шаг, правый шаг, левый расстрел. Может быть, я завтра опять забухаю. Дим Бог знает. Может быть, я буду где-то в клубе. Понимаете? Я не хотел на этот урт изначально, потому что есть в этом проблемы. Теперь, если ты окажешься в клубе, если ты будешь стоять, курить сигареты, это будет большое осуждение. Конечно. Ну, а с другой стороны, вас это держит тоже в полном селе. Конечно, не дай бог. Вот вы сходили в урта? Я бы тоже, если бы сходила. Вы знаете, Шамиль Алиудинов тоже на меня повлиял. В прошлом году завязала пить. Да, конечно. Намерение теряется. Намерение теряется? Ну, я хочу сказать, что... Адам-дар-дам, хулу-хулу-хулу, понимаете? Не, Адам-дар-дам, хулу. Вот я, например, в прошлом году провела более ста прямых эфиров. Там был Шамиль Алиудинов, его брат Ильда, Валерий Синельников, Анатолий Некрасов. Там было много людей, которые так меня трансформировали, что в какой-то момент я говорю, все, я больше не буду пить. Хотя я пила-то, господи, вино. Но в прошлом году я уразу прям с удовольствием подержала. Я прям кайфанула, да? Первый раз в жизни осознанно держала. И когда ты, наоборот, публично какие-то вещи говоришь, они тебя держат в тонусе. Да, конечно. Если тут идет намерение, чтобы не опорочить ислам в глазах людей, тогда это четко, да, базар нет. Просто тут в сердце будут переплетения, есть проблема того, ана жаману аля халатан болте, понимаете? Вот этого не надо. То есть вы не хотите быть заложником общественного мнения? Да, конечно, мне пофиг. Мне конкретно пофиг. Я буду жить такой жизнью, какой я живу. Но ладно, это было бы правда. Просто очень много клеветы. Это было где-то в прошлом. И вот эти разговоры, что вот он лицемер, он не муслим. И я это постоянно слышу, и это прикольно. Мне кажется, что вы вообще, разве вы на хейт реагируете? Реагирует, типа, печально, что так происходит, понимаете? Нет, это нормально. Орта, вот, я к чему вел в целом. Вот произошла орта, это то, что влияет на людей хорошо. А чуваки все равно сплетничают. Это уже плохое влияние, понимаете? То есть что бы вы ни делали, будет. А мне кажется, сплетни – это всегда спутник успеха. Если про тебя не сплетничают, если про тебя ничего не говорят, вот поверьте моему опыту, я вас старше, это говорит о том, что ты все уже, короче… Нет, это да, это стопудово. Но то, что они сплетничают, они очень себя кармально вкармливают. Ну ты их… Ну вот, но это же плохое влияние. Я повлиял плохо, я дал им шанс обсудить меня, обмануть людей, понимаете? Я имею в виду то, что как бы ты ни хотел влиять, на плохих людей ты повлияешь плохо, на хорошее – хорошо. Что вы посоветуете начинающим блогерам, которым там от семи, скажем, до шестнадцати лет, куда им идти? В Тик-Ток, у них сейчас они в растерянности, в Лайк, в Инстаграм, в Ютуб? Я бы сказал, не слушать ничьих советов вообще. Просто делать так, как чувствуешь. И то, куда она тебе должна привести, она тебя приведет по-любому. Самое главное – это трезвая оценка себя. Вот дерево ты, осознавай это, найди другие плюсы, пожалуйста. Вот очень сложно, когда чувак прям в хлам дерева. Нет, он хорошо, ты его раскроешь на максимум, его голос там, его какие-то движники, но чувак не предназначен для этого. И когда тупо человек пытается вот эту пробить стену, которая не пробьется. Бывает, вот я вот, когда таких людей вижу, и он притом крут в чем-то другом. Безумно, он может быть серым кардиналом там в том же... Но он хочет быть звездой. Он вот хочет, да, быть. И вот это вот, какая-то вот, вот это насчет популярности, что это круто там и так далее. Зациклены когда на этом. Это очень плохо, просто надо трезво себя оценивать, надо понимать. То есть, если ты вкатываешь, ты должен понимать, что вот мен творчество жан, мен аэролам, мен битялам, мен нажах. Вот этот, вот этот, вот этот фронт я могу закрыть. А еще мне нравится, вот у вас и у ваших коллег, вот у вашего поколения есть такая свобода. Вот все равно, вот у нашего поколения есть такие комплексы, еще до сих пор мы такие, до сих пор фото в купальнике, думаем. У вас там больше свободы. А вы фото в купальнике, вам, конечно. Нет, это хорошо же. Это консервативность на уровне адекватности, она должна быть, она прекрасна. Толерантность может привести к абсурду. Я всегда говорю, мы не должны быть толерантны в клам, мы должны быть справедливы. Вот. То есть, толерантность может привести к абсурду. Понимаете? Можно быть толерантным, потом со временем стать к таким чувакам, которым нельзя быть толерантным. Типа, там, педофилов там и так далее. Ну, это же тоже толерантно. Ну, не может он по-другому. Сейчас начнут все говорить, бедолаги они, понимаете? То есть, проблема толерантности в этом, надо адекватным толерантным быть. И это называется справедливость. Нет, 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 я говорю про свободу вашу. Вот я вот про это говорю. Типа, вот эта свобода, она не всегда хорошо. Вот то, что вы привели именно момент купальника, это же не просто так. Сейчас, значит, свобода такая, что фото в купальнике – это норма. То, что ставки – это норма. То, что вы подумали, а, оказывается, это у разу держит. То есть, это для вас не норма, это для вас что-то удивительное. А нормой для вас является, что кто-то употребляет, что кто-то бухает и кайфует в нашем возрасте. В целом, вот, подмена ценностей идет все равно. Чуваки хотят себе татуировки, хотят читать рэп и быть крутыми чуваками. Но вот этот, если чувак, он такой белоснежка, аккуратный, это уже не норма. То есть, было круто, когда вот эта норма, и кто-то выделяется, хорошо. Но когда нормой становится вот эта, представьте, чтобы вот здесь выделиться, какую грязь надо будет совершать и какие невероятные действия. Либо наоборот. То, что происходит, да, либо наоборот, да, в белое ты уходишь, либо то, что сейчас происходит в Америке в плане творчества. Эти клипы, эти треки в плане там есть вот до абсурда грязные треки, чтобы вот они выделятся, это делают. И там идет черная пропаганда, прям вот этого черного, имею в виду, в плане черное-белое, в смысле плохое, злое. Прям жесткая пропаганда зла. Я про это говорю. Поэтому, наверное, где-то это свобода плохо, где-то хорошо. Свобода в плане сказать то, что ты думаешь, сделать, что ты хочешь. Да, сделать, что ты хочешь и не промолчать, когда ты сможешь просто, типа, вот мне мама ларн заманда, как там дай бар, а там мюти талантливый, он может промолчать, хочешь, я отплатил. Вот это, конечно, напрягает. Жека, спасибо большое за интервью. С вами можно очень долго говорить, потому что у вас очень много мыслей. Вы много читаете, мне кажется, да? Или много думаете? Наверное, больше думаю, чем читаю. Потому что можно бесконечно говорить. И так интересно, что ты видишь, ну, мы же видим в Инстаграм контент, да? То есть мы видим вайны. И, по сути, это же образы разные, да? Но мы не видим вас настоящего. Поэтому мне хочется вот больше видеть вас настоящего. И вот поэтому идите на все подкасты. Там вот интересно слушать ваши мысли. Да, я вот недавно был еще в одном подкасте. Там Байзакова, Хаким, Маслбек. О чем говорили? Мы там говорили про гивы и про ставки. Вас столкнули лбами? Ну, нет. Вот там, кстати, столкновения такого не произошло. Я очень его хотел, но его не было. Ну, потому что вы очень так лояльны друг к другу. Ну, проводишь ты гивы, ну, окей. Нет. Есть те, которые конфликт... Вот этот конфликт больше в голове у тех, кто гивы делает. Они у себя в голове там напридумывали, что мы их враги, понимаете? Но это не так мы вообще лояльно относимся. Мы это все больше обсуждали, чтобы люди поняли, что такое гивы, механика там и так далее. Момент ставок там я вообще прям...